В столице Чувашии праздник для аграриев в этом году решили провести на арене столичного Ледового дворца. Сюда приехали гости со всех районов республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Настолько масштабно День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Чувашии не отмечали никогда. Фойе Ледового дворца своей экспозиции развернули многие предприятия агроотрасли. Презентация новых товаров, дегустация местных деликатесов и сыра. У стендов выстраивались очереди. Газовики, Газпром все забирают по полной программе. Здесь практически реализация есть в наших магазинах. Но объемы нужны намного больше. Сыры востребованы. И Замбайский, и Шелдуни, и Адыгейский. Муниципалитеты республики удивляли гостей национальными танцами и песнями. У каждого стенда своя концертная площадка. Мы ежегодно, вот своей подругой, специалистом, которые вместе работали в управлении сельскохозяйства, ежегодно стараемся, если состояние здоровья позволяет, приезжать в Чебоксары. Очень-очень понравился, все хорошо организовано, стенды хорошие. Народу много и интерес большой у всех. Особенно выставка понравилась. Свои достижения сельхозпредприятия республики выставили на показ. Аграрии признаются, год был непростой. Но несмотря на капризы погоды, многим удалось собрать хороший урожай. Все планы выполнены, есть на столе каравай, полны корма зерном. Народ сегодня гуляет, празднует свой заслуженный праздник. Для аграриев республики привезли хорошие новости представители федерального минсельхоза. На следующий год в ведомстве готовят новые формы поддержки молочного животноводства. Мы увеличиваем размер грантовой поддержки на создание семейно-животноводческих ферм. Есть очень хорошее поручение президента по борьбе с фальсификатом, по новым правилам маркировки продуктов, изготовленных с использованием молочных ингредиентов. Это существенно расширит емкость молочного рынка и освободит молочную полку для молочных продуктов. В Министерстве сельского хозяйства страны уверены, что такие меры будут стимулировать аграриев на создание новых молочных ферм. Наша задача, мы над этим думаем, мы это обязательно сделаем, разработать механизмы, которые бы заинтересовывали предприятия, перерабатывающие промышленности, быть инвесторами в развитии собственных сырьевых зон. Я думаю, что комплекс этих всех мер все-таки создаст в России и в Чувашии в особенности условия для достаточно радикального изменения состояния развития молочного животноводства. Заниматься агробизнесом становится выгодно с каждым годом, отметил глава республики. Михаил Игнатьев призвал аграриев региона не снижать оборотов, а напротив, наращивать темпы. Сегодня, с учетом того, что отдельные страны предъявили санкции Российской Федерации, для нас появились дополнительные возможности. И грех нам, если мы не воспользуемся этими возможностями. Сегодня селяне знают, что произвести, как произвести. Наша задача найти еще больше предприимчивых предпринимателей, чтобы они занялись этим любимым делом. В сельское хозяйство начала активно приходить и молодежь. Профессии, связанные с АПК, всегда будут актуальны. И поэтому я уверена, что после окончания вуза я поступлю на хорошую работу и буду хорошо зарабатывать. В этот раз они собирают урожай наград. Перед векам отрасли на праздники работников сельского хозяйства вручили благодарности и дипломы. По традиции, именно здесь подвели итоги конкурсов среди муниципалитетов, предприятий и хозяйств. Медрик Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.